МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сегодня, с моей точки зрения, или с нашей точки зрения, базовый вопрос, это, безусловно, заключительный доклад из федеральных органов, отчет Банка России по итогам 2022 года. И, вероятно, он займет там, как всегда, около трех часов. Ну и, как всегда, мы, наверное, опять написали больше всех вопросов. У нас состоялась встреча с руководством Банка России буквально во вторник. 45 вопросов мы задали базовых. Ну и, к сожалению, не на все мы получили ответы. И я хотел бы представить слово рядом со мной Сергея Анатольевича Гаврилова, он председатель комитета по вопросам собственности. И, в принципе, базовыми занятиями у него сегодня заключается защита нашего ОПК, который обеспечивает нашу безопасность, прежде всего, в законодательном плане, для того, чтобы обеспечить его дееспособность и, как бы, улучшить финансирование. Потому что, к сожалению, несмотря на все реляции, 26% предприятий ОПК оказались в предбанкротном состоянии именно из-за бюджетной и кредитно-денежной политики. Фракция КПРФ является наиболее активной, последовательной, принципиальной с точки зрения работы с Центральным банком в области защиты наших национальных интересов в банковской, в финансовой сфере. И вы, наверное, заметили неоднократно, что больше всего вопросов, в том числе Николай Васильевичу Коломейцу, задается именно по этой тематике. Она для нас крайне чувствительна. И я хочу сказать, что наша позиция по этому вопросу среди всех фракций наиболее продуманна и наиболее профессиональна. Мы активно работаем как на уровне фракций, в комитетах, в Национальном финансовом совете. И я хотел бы сказать, что к сегодняшнему дню мы подготовили ряд серьезных предложений, которые касаются, конечно, общих параметров денежно-кредитной политики, касаются механизмов контроля за экспортом, вывозом капитала и, главное, конечно, вопрос антисанционной политики. Мы знаем, что значительная часть наших банковских активов, в том числе связанных с государством, оказались заблокированы, по сути дела, арестованы за рубежом. У нас есть предложения, в том числе связанные с обменом активов иностранных банков, которые работают в нашей стране. с целью возвращения собственности банков, в том числе государственной собственности России. Вторая задача – это, конечно, формирование основы, это национальных стандартов, это национальная система аудита, уход в зависимости от западных институтов. Это важнейшая задача, связанная с формированием новых механизмов, принципиально новых механизмов, долгосрочного, дешевого кредитования и обслуживания наших стратегических отраслей, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса. В связи с ограничениями бюджета мы разработали такую систему, которая позволяет сформировать кредитное плечо, долгосрочное, более чем на 15 триллионов рублей. Это, по сути дела, аналог бюджетных расходов. Она связана с использованием трех мер. Первое – это отказ от обязательств перед Западом под так называемым базильским нормативом, формирование национальных стандартов, облегчение требований нормативов к капиталу, поскольку у нас в стране, как вы знаете, огромная, в том числе избыточная ликвидность в банках, они не могут ее конвертировать в кредиты, потому что внешняя система, наши внешние обязательства этому препятствуют. Это позволит высвободить, сформировать плечо более чем на 10 триллионов рублей. Кроме того, мы предлагаем серьезно изменить систему обязательного резервирования, банковского резервирования в Центральном банке и сформировать новые инструментарии, так называемые специализированные облигации, которые могут выпускать как предприятия стратегических отраслей, так и банки государственные, которые их кредитуют. И эти облигации, что вполне является вообще мировой практикой, могут учитываться Центральным банком для фондирования банковской системы. Еще раз подтверждаю, это позволит нам сформировать более чем на 15 триллионов рублей для льготного, долгосрочного кредитования оборонных отраслей, которым остро сейчас не хватает финансирования. И, кстати, с нехваткой финансирования, с неритмичностью финансирования возникают те проблемы, связанные с финансовой неплатежеспособностью наших предприятий с угрозой банкротства, о том, о чем только что сказал Николай Васильевич. Мы считаем, что это прорывные предложения, мы будем их последовательно отстаивать. Вчера в Государственной Думе прошел правительственный час, посвященный вопросам природопользования, охраны окружающей среды. Уступала вице-премьер правительства Российской Федерации, Катерия Валерьевна Абрамченко. Довольно комплексный доклад, однако я считаю, что подход нашей фракции по некоторым вопросам к решению многих проблем в сфере природопользования и охраны окружающей среды несколько отличается от того подхода, который демонстрирует нам правительство. Ну вот, в частности, проблемы обращения твердокоммунальных отходов, которые систематически находятся в фокусе внимания нашей фракции, уже за последний год провели два круглых стола по этой проблеме, довольно глубоко погружены, практически все депутаты Государственной Думы сталкиваются с обращениями граждан, связанными с реализацией мусорной реформы. И, собственно говоря, как я уже сказал, подход нашей фракции, он, в принципе, в целом соответствует 89-му подходу, который определен в 89-м федеральном законе об отходах производства и потребления, и связанном с иерархией обращения с твердыми коммунальными отходами, в частности, подхода к ликвидации проблем свалок, ликвидации проблем вторичных материальных ресурсов. Тот подход, который демонстрирует сегодня правительство, он, в первую очередь, направлен на развитие вторичного оборота, оборота вторичных материальных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот. Мы считаем, что это не совсем правильно, хотя, естественно, раздельный сбор отходов и их вовлечение вторичных фракций в хозяйственный оборот, он необходим. Но, в первую очередь, нам необходимо, конечно же, сокращать возможности, сокращать остатки от использования первичных ресурсов. То есть, более эффективное использование первичных ресурсов, оно как раз нам будет способствовать тому, что количество твердокоммунальных отходов и промышленных отходов будет сокращаться. Это касается, в том числе, деятельности целлюлозно-бумажных комбинатов, более эффективного использования хвойного баланса при производстве целлюлозы. Это стимулирование развития многоразового использования материалов и продуктов. Таким образом, более эффективное использование первичных ресурсов, оно позволит нам как раз сократить образование твердокоммунальных отходов. А уже потом мы должны заниматься развитием вовлечения вторичных материалов и ресурсов в хозяйственный оборот. Поэтому вот такой вот дисбаланс, который сегодня наблюдается, он как раз приводит к тому, что количество образования твердокоммунальных отходов растет. И по большому счету, несмотря на те действия, которые правительство предпринимает в этом направлении, принципиально проблема не решается. Если по состоянию на прошлый год у нас 7% образованных твердокоммунальных отходов уходило во вторичные материальные ресурсы, изымались и перерабатывались, то сегодня около 12%. То есть непринципиальные изменения. В то же время порядка 90% до сих пор направляется на полигоны твердокоммунальных отходов. Ситуация во многих регионах острая, потому что полигоны эти переполнены, новые полигоны строительства сопряжены с определенными рисками для окружающей природной среды, вызывают недовольство граждан. И, естественно, это все привлекает очень большое общественное внимание к данной проблеме. Поэтому наш подход заключается как раз в более эффективном использовании первичных материальных ресурсов, во внедрении системы залоговой депозитной тары. Ну и, конечно же, правильный шаг, который сделан уже Государственной Думой. В первом чтении принят закон о запрещении продажи одноразовых продуктов из пластика и упаковки на территории Байкальской природной территории. Это правильный подход, мы его одобряем. Но, с другой стороны, эту практику необходимо распространять на всю территорию Российской Федерации. Многие страны мира идут по этому пути и довольно эффективно снижают, таким образом, количество образованных твердокоммунальных отходов. Вторая проблема, которая вчера поднималась, тоже довольно бурно обсуждалась, это вопросы, касающиеся оздоровления реки Волги. И связаны они с тем, что огромное количество очистных сооружений, находящихся на территории, находится в сегодняшний момент уже в полуаварийном состоянии. И ситуация, она не только касается бассейна реки Волги, она касается в целом Российской Федерации, потому что подавляющее большинство объектов коммунальной инфраструктуры введено в эксплуатацию еще в советское время. Кардинально там на протяжении последних 30 лет эта проблема не решалась. Многие коммуникации находятся в аварийном состоянии. Вот, пожалуйста, пример, который я уже приводил. Это в Воркуте в декабре 2022 года на территории Республики Коми произошло аварийное разрушение канализационных очистных сооружений. Несколько недель неочищенные стоки попадали напрямую в реки Воркутауса и далее в Печорус, и, соответственно, загрязнялась акватория, опасность для здоровья человека, окружающей природной среды. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо комплексный подход, необходимо комплексно решать эту проблему. Сегодня, да, мы и на фракции задавали эти вопросы и услышали следующий ответ. Вот в 2025 году должна быть сформирована такая государственная программа, которая позволит осуществлять вот этот ремонт и реконструкцию очистных сооружений в целом по Российской Федерации. Но до 2025 года у нас одна надежда только на проведение, чтобы никаких аварийных ситуаций не возникало. Потому что они, естественно, очень существенно вредят и окружающей природной среде, и создают угрозу для здоровья и безопасности человека. Еще одна проблема, которая также нас волнует, исключительно важна, это загрязнение, опять же, окружающей природной среды, акватории рек, нефтепродуктами, нефтью в результате систематически происходящих нефтеразливов, которых огромное количество на территории Российской Федерации происходит. Приурочены эти, как правило, нефтеразливы регионам Севера, Сибири, где наиболее хрупкая окружающая природная среда, природные экосистемы долго восстанавливаются. У нас уже подготовлены свои предложения, которые мы направили в правительство, уже 10 месяцев практически правительство не может сформировать отзыв на наш законопроект, который бы позволил решить раз и навсегда проблему нефтеразливов, которые загрязняют нашу окружающую природную среду. Мы настаиваем на то, чтобы этот закон был в Государственной Думе рассмотрен, принят. Мы готовы и дальше трудиться для того, чтобы наша окружающая природная среда была чистой, а здоровью и жизни наших граждан ничто не угрожало. Мы, безусловно, за комплексный подход. И все новое – это хорошо забытое старое. Если вы посмотрите, чем отличается советская торговля от нынешних сетей, это тем, что там, в принципе, не было больших отходов. Почему? Вам заворачивали продукт в экологически чистую бумагу. Все, скажем, разливные виды были в стеклянной таре, которую вы могли сдать и компенсировать даже ее плату, что удешевляло производство. Ну и самое главное – было воспитание человека, который понимал, не сори там, где живешь, не сори там, где едешь, не сори там, где учишься и так далее. То есть, ну это комплексный вопрос, и мы вообще-то считаем, что решать его надо комплексно, не за счет жителя. У нас наша проблема сегодня – освоение финансовых потоков, она привела к тому, что любой руководитель аффилирует рядом с собой структуры и пытается осваивать средства, а не решать проблемы. А мы считаем, что надо эту пирамиду перевернуть на решение проблем, должен быть главной задачей любого органа. Ну и что касается банка. Базовое отличие наших подходов от нынешнего заключается в том, что мы считаем, что Россия хоть и уникальная страна, но у нее, как и у 19 стран-20, банк России должен отвечать за рост производства. Второе. Нобелевские лауреаты Джеймс Тобин сказал, что процентная ставка по кредиту не может быть больше половины рентабельности. Если страновая рентабельность 7,7, то можете понять, сколько может быть процентная ставка. Она никак не может быть 7,5 – ключевая ставка, и потом 4 центробанк дает коммерческим банкам маржу, а коммерческие – минимум 4 еще тем, кому дают кредит. В результате меньше 15 и не получится. Плюс субсидирование, которое идет, оно же идет ближним, оно идет не тем, кому надо, а тех, кто может зайти, подписать и получить. И это является тоже тормозом. Кроме того, Россия единственный из стран-20, которая на протяжении длительного времени имеет необоснованно низкую монетизацию экономики. Это отношение денежной массы к ВВП. У нас она до позапрошлого года была менее 50%. Опять же, вроде адепт монетаризма Милтон Фридман, он говорил, если монетизация вашей экономики меньше 50%, вы самоубийца. А у нас только 2 года, подчеркиваю, выше 50% – 52%. Ну и, конечно же, мы уверены в том, что без длинных денег, а у нас, если вы посмотрите, скажем, Народный банк Китая, у него 4 ключевые ставки. И фактически, если вы занимаетесь инвестированием в расширение производства, то вы фактически минусовую получаете ставку, понимаете, с субсидиями бюджетными и так далее. И мы считаем, раз мы повернулись на восток, то, наверное, надо ориентировать и всю систему, в том числе изменениям законодательным. Ну и, конечно же, базовая, понимаете, мы корни не согласны с поправками, принятыми в 2021 году о валютном регулировании, валютном контроле, который разрешил всем экспортерам оставлять полученную выручку за рубежом. Какие инвестиции, если вы берете свои деньги, вывозите и вкладываете в экономику, в том числе, недружественных стран, а сами ждете, что они вам в чего-то вложат, да давайте мы свое вкладываем. Тем более, у нас позитивный опыт есть. И самое главное, мы с экспертами провели исследование, на чем зыжилась индустриализация Советского Союза с 1931 по 1941 год, и восстановление после войны. Оказывается, двухконтурная система, которую придумали наши экономисты и финансисты. Строительство по безналичной, и нельзя его в контур розничной торговли переводить, и это дает вам рост. И мы первые восстановились после войны и сделали сверхдержавой перед войной. Именно это позволило нам устоять в то время. Поэтому мы считаем, что велосипед изобретать не надо, а просто нужны руководители, которые будут заниматься решением проблем, а не «Моя хата с краю» или быть исполнительными директорами МВФ. Потому что мы, как фракция, давным-давно, еще с начала СВО подготовили проекты законов о выходе из МВФ, о выходе из Банка Норового, о выходе из ВТО, ВОЗ. Эти организации нам, кроме диктата и получения от нас взносов, нам в принципе ничего не дали.